Всем привет! В этом видео подготовим Windows 10 для установки и обновления последней версии DART SDK, а также настроим IDE для работы с этим языком. Чтобы установить последнюю версию DART SDK в систему Windows 10, вы можете пойти двумя путями. Итак, первый путь самый легкий. Здесь не нужно ничего настраивать и устанавливать, а просто от вас требуется перейти на сайт dartpad.dev, где вам предложат работать с кодом DART в таком уютном блокноте. И блокнот DART Pad всегда обновляют, как только выходит новая версия языка DART. Если вы хотите воспользоваться таким механизмом, как Null Safety, то убедитесь, что у вас включена опция Null Safety. И теперь вы можете смело писать код на DART в левой части блокнота, запускать его через кнопку Run, а результат будет выводиться в консоль. Ну и давайте в консоль я, к примеру, выведу HelloDart. Команду мы написали, нажимаем кнопку Run, ждем, когда у нас в консоли появится HelloDart. Таким образом вы можете работать здесь, не устанавливая в систему ни как DART SDK, ни так какую-либо IDE. Второй путь более сложный. Здесь мы установим менеджер пакета Chocolaty для установки или обновления DART SDK в систему, а также установим и настроим IDE. Итак, предлагаю сначала установить DART SDK. Если же он у вас установлен, то обновим его до последней версии. Для этого перейдите на сайт DART.dev. Далее нам необходимо перейти в раздел Get DART. Я буду устанавливать DART SDK в систему Windows, поэтому я здесь выбираю Windows. И далее нам предлагают использовать менеджер пакетов Chocolaty. Давайте перейдем на этот сайт и теперь нам его необходимо установить. Здесь нажимаем кнопку Install Now. Здесь такая вот небольшая инструкция по установке. Значит, можете посмотреть, какие системные требования требуются для этого пакета. Ну и приступим к его установке. Первым делом нам необходимо запустить PowerShell с правами администратора. Для этого щелкнем правой кнопки мыши на меню пуск и выберем пункт Windows PowerShell администратор. Либо вы можете воспользоваться поиском, в котором вы можете ввести, к примеру, PowerShell. Ну и выбираете нужный PowerShell правой кнопкой запустить от администратора. Итак, PowerShell мы запустили с правами администратора. Ну и теперь необходимо выполнить данную команду. Копируем ее отсюда и вставляем в PowerShell. У вас должен появиться байпас. Если же вы получите restricted при выполнении вот этой команды, то вам необходимо выполнить либо эту команду, либо вот эту команду. И когда вы выполните либо эту, либо вот эту команду, снова попробуйте запустить команду GetExecutionPolicy для того, чтобы получить значение байпас. После того, как вы получили байпас, вам необходимо выполнить вот эту большую команду. Можете ее просто здесь копировать. Нажав на кнопку копия, вставляем ее и нажимаем Enter. Ну и далее устанавливается сам пакет Chocolate. Необходимо подождать некоторое время. После того, как у вас пакет Chocolate установился, можете выполнить команду Choco. И данная команда вам выдаст версию установленного пакета. В моем случае версия 0.10.15. И теперь с помощью него мы уже установим сам Dart SDK. Возвращаемся на сайт DartDef в раздел GetDart. И следующий пункт это установка Dart SDK. Для того, чтобы его установить, необходимо выполнить команду Choco install dart SDK. То есть вы ее просто копируете, ну и далее вставляете эту команду в PowerShell или командную строку и нажимаете Enter. И ждете, когда у вас установится Dart SDK. Я пока эту команду выполнять не буду, потому что у меня Dart SDK уже установлен, а я лучше его обновлю до последней версии через команду Choco upgrade dart SDK. Итак, вот мне предлагают обновить Dart до последней версии 2.13.4. Я соглашаюсь. То есть нажимаю Y, Yes. Ну и необходимо теперь подождать, когда скачается Dart SDK. После того, как вы установите Dart, можете ввести такую команду как Dart-верши. Данная команда выведет версию установленного Dart SDK. Ну и после того, как вы установили или обновили ваш Dart SDK, предлагаю установить IDE. Я буду работать с такими как Visual Studio Code. Скачайте, пожалуйста, его себе на компьютер через кнопку Download for Windows. Visual Studio Code у меня уже установлен, поэтому я его устанавливать не буду. Но поверьте, установка там очень простая. После того, как вы его установите, запустите его. Итак, для комфортной работы Dart SDK и для создания вообще проектов на Dart, требуется установить расширение. Перейдите во вкладку Extensions и в поисковике введите такое расширение как Dart. Вот это расширение. Оно у меня уже также установлено. Здесь вы нажмите на кнопку Install и после того, как оно у вас установится, перезагрузите ваш IDE. И теперь у вас будут доступны некоторые функции в этом пакете. То есть мы переходим на вкладку Command-Polit или нажмите Ctrl-Shift-P. И здесь теперь мы можем создать новый проект на Dart без использования командной строки. Давайте нажмем Dart New Project. Здесь нам предлагают какое приложение использовать. Выбираем консоль Application. Далее выберите папку, где вы хотите создать проект. Ну и после выбора папки вам предложат ввести название приложения. Ну давайте я, к примеру, введу Test Application. И далее я нажимаю Enter. Необходимо подождать некоторое время, когда Dart Extension создаст для нас приложение. Итак, слева вы видите рабочие папки и файлы. И для работы с Dart мы будем использовать файл, который находится в папке bin с расширением .dart. Этот файл включает в себя функцию main, которая является точкой входа в программу. Ну и давайте что-нибудь выведем в консоль. Выведем в консоль Hello World. Этот пакет можно удалить. Для того, чтобы выполнить код, нажмите на кнопку Run или в меню выберите пункт Run и нажмите Start Debugging или F5. Итак, вот мы в консоль вывели Hello World. Итак, мы с вами установили Dart SDK в систему, а также установили и настроили Visual Studio Code для работы с Dart SDK.